Казахстан Я понимаю, что объединение чисто экономическое уже никто не верит. Эта интеграция приведет к потере независимости. Я понимаю, что в мае месяце ожидается потеря независимости страны. И экстраполирует это все другие области. Фактически Москва будет полностью решать все военные и политические вопросы. В этих условиях практически нужно вопрос поднимать о том, чтобы народ отменил все решения, которые будет принимать президент любыми способами. В этой ситуации, уверены участники форума, вся надежда только на народ. Потому как Ельбасен не сможет пойти против Путина и отказаться вступить в Евразийский союз. Никто не сомневается, что все документы в мае месяце будут подписаны. И это будет началом конца. Тенденция идет к тому, что мы ничем не отличаемся от такой же страны, как Украина. Такой же страны, как любая другая, как Беларусь. И в отношении нас отношение идет не как в братской стране. Такого понятия уже стирается. А есть чисто геополитические интересы государства. И Путин лоббирует этот союз для того, чтобы создать Российскую империю. Ни о каком равноправии в рамках Евразийского союза речи не идет. Все преимущества у старшей сестры, России. Кроме того, Кремль станет центром управления всех процессов в странах-участницах Альянса. Казахстан после 23 лет независимости может вернуться в колониальное прошлое. А вот противников добровольно-принудительного объединения вполне может ждать участь Украины. Ситуация вокруг страны будет дестабилизирована максимально. Затем это государство будет признано несостоявшихся, а может и вообще утерявших статус государства, как это случилось с Украиной. А затем ее территория будет частично или полностью аннексирована. К такому сценарию, пожалуй, готовы многие. Поэтому собравшиеся четко понимают, допустить вступление в Евразийский союз никак нельзя. Нарушая все законы, люди готовы выходить на митинги, акции протеста и одиночные пикеты, отстаивая независимость своей родины. Субтитры создавал DimaTorzok